Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачёв, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать в Гагарин. Сейчас моя двухэтажка, следующая из Москвы до Смоленска, уйдёт в сторону Смоленска до следующей станции Вязьма, и мы с вами начнём прогулку по этому небольшому и противоречивому городу. Сразу стоит отметить, что с момента съёмки этого репортажа до публикации прошло некоторое время, поэтому, возможно, в некоторых местах Гагарин стал немного лучше. А может и нет. Конечно же, в городе Гагарин, на одноимённой станции есть надземный пешеходный переход, но практически все пассажиры ждали, когда же наш поезд уедет, чтобы перейти по официальному наземному. Для чего здесь нужен тогда надземный переход? Да для того, чтобы переходить в то время, когда здесь стоят грозовые поезда. Путей здесь достаточно, некоторые грозовые вагоны сейчас стоят вдалеке, но я думаю, что станцию Гагарин мы с вами изучим в отдельном железнодорожном ролике. А сейчас стоит глянуть на вокзал снаружи, так немножечко, и отправиться в город. Провинциальный вокзал города Гагарин выглядит приятно. Удивительно, что его не стали красить в серо-красные цвета. Очень радует. Возможно, он исторически был жёлтым. Уж этого я вам сказать точно не могу. Но здесь действительно очень приятно. И как раз Бюст Юрия Алексеевича встречает всех встречающих, провожающих и поезжающих в этот город. И в целом информации о Юрии Гагарине здесь должно быть достаточно. Даже над путями сделали небольшую вывеску. Гагарин 12 апреля 61 года. Правда, я не знаю, зачем она ещё там, если есть и Бюст, и в целом информации о первом космонавте. Здесь должно быть достаточно. Ещё очень радует табло. Современное, чёткое, ясное и понятное. На котором указаны и все пригородные поезда. До Вязьмы, Можайска, Бородино. А также те дневные экспрессы, которые здесь останавливаются. На выходе, конечно же, забор. Хорошо хоть рамок досмотра для прохода на платформу НИСТу. И большая парковка. Конечно же, у меня сразу спросили, куда ехать. Но никуда не ехать. Я уже приехал. Таксисты внаглые активизировались. Даже камера их не смущает. Обычно люди беспокоятся, как этот человек с камеры пришёл их снимать. Хотя не их, но они-то думают, что их. А тут таксисты даже не пуганные. И пока я обхожу здание вокзала, просто чтобы показать его с другой стороны, кто-нибудь мне объяснит, зачем здесь такое большое заборостроение. Хорошо хоть проход сквозной откроет. Это ведь как бы парадный вход. РЖД, вокзал Гагарин. Даже вокзал-то выглядит хорошо. Но, к сожалению, ещё и дождь начинается, что меня совсем не радует. Надеюсь, дождик будет не сильным. А если посмотреть в обратную сторону, встав спиной к зданию вокзала, мы увидим обычный советский типовой город. Четырёхэтажные, пятиэтажные здания. И здесь, кстати, с этим есть небольшая проблема. Около вокзала единственная палатка с выпечкой. Дальше идём по тротуару и видим обычную, неблагоустроенную жизнь. Музейно-туристический центр, экспозиция, первый старт, выставки, музейное кафе. И, конечно, я понимаю, что всё это выглядит, ну, как бы так сказать, не очень хорошо. Дальше уже мы видим остановку общественного транспорта с двумя палатками. И это даже неплохо. Здесь есть крыша, здесь есть лавочка. Ну, конечно, сразу несколько слоёв плитки. Ещё асфальт дальше бонусом. Зачем так серьёзно нужно было отделять остановку, не очень понятно. Но это не самая большая проблема во всём городе. Если вы помните, некоторое время назад в интернете было огромное количество самых разных фраз в духе «Юра, мы всё потеряли», «Юра, мы всё пролюбили», скажем так, «Юра, мы всё просрали». И это только мягко сказано. Были гораздо более грубые выражения, которые относились к Юрию Гагарину с просьбой, скажем так, простить за огромное количество ошибок. Почему именно к Юрию Гагарину? Наверное, потому что это редкий человек, который независимо от политической ситуации в стране, от любви или нелюбви нынешней к коммунистическому строю, всё равно остаётся тем человеком, которого уважают и ценят как исторического персонажа во всём мире. И сейчас, выходя на территорию местной автостанции, становится как раз-таки грустно и понятно, отчего всё действительно настолько плохо. Просто посмотрите. Это, казалось бы, более-менее приличные перроны. Они, конечно, давным-давно устарели, но большой вопрос, почему же здесь никто не додумался положить асфальт, почему здесь такие бордюры так и выступают. Может быть, из-за того, что Пётр Первый имеет отношение к этому городу? Действительно, Гагарин — это современное название города. До этого город носил название Гжатск по местной реке Гжать. А в 1703 году Пётр Первый на реке Гжать основал пристань и сказал, что здесь грузить товар будут. Вот и грузят до сих пор. К сожалению, Гжатский Гагарин — это тот город, который в самые разные эпохи своего развития, к огромному сожалению, всегда был где-то там на периферии, потом мы, может быть, где-нибудь наведём в нём порядок. И в итоге получилось так, что даже при выходе с вокзала в город здесь нет ничего радующего глаз, что ли. Хотя, казалось бы, имя Гагарина должно было как-то простимулировать советское руководство хотя бы парадный вид на город сделать. Но парадного вида не было, нет, и, наверное, уже никогда не будет. Объясню вам свою мысль. Дело в том, что во многих городах Советского Союза места вокруг вокзалов, платформ, станций и других железнодорожных объектов, которые являлись главным транспортным узлом, как-то оформлялись более-менее интересно. Здесь мы сейчас находимся на улице 50 лет в ЛКСМ. Это как раз улицы, которые проходят параллельно железной дороге. Вот там вы видите бильярдную, за которой стоят уже железнодорожные грузовые вагоны. И здесь улица, которая, казалось бы, должна быть парадной и встречающей, явно застраивалась в советское время абсолютно разными домами. Есть четырехэтажные, есть пятиэтажные. Один дом когда-то обновляли, но обновление было, как бы так мягко сказать, Юра, мы все потеряли, потому что с лицевой стороны, ведь дом стоит боком, его отделали каким-то сайдингом, а с других сторон это просто кирпич, и кирпич выглядит гораздо лучше, чем сайдинг. Иногда создается ощущение, что здесь действительно что-то от Петровского и Петербургского, ведь здесь не бордюры, а поребрики установлены. От переезда через железную дорогу начинается главная улица города, носящая, конечно же, имя Гагарина. Пусть здесь есть торговля, которая выглядит страшненько, но больше всего я хочу уделить ваше внимание именно советской застройке. Вы видите пятиэтажки абсолютно разного оформления. Дальше третье оформление. Это еще один показатель того, что, к сожалению, в советское время тоже были проблемы с единым строительством каких-то кварталов, объектов. Если в каких-то городах это было, то в таких городах, как Гагарин, некоторым не везло. Не везло причем настолько, что сейчас вот к этому месту с чаем, выпечкой и кофе, которое сдается в аренду, вообще нету никакого тротуара, пешеходного перехода. Здесь ничего нет, и я даже не понимаю, где мне правильно будет перейти дорогу, или придется попросту перебегать. Дальше вот тротуар появляется, но только в районе электросвета. Это местный магазин. Если вы думаете, что здесь везде сделали хорошие тротуары, как бы не так, сходы с тротуаров никто не делал. Здесь просто валяются бетонные плиты, и можно не просто навернуться, можно даже разбиться и сломать себе ногу. Почему так, вообще непонятно. Конечно, здесь можно пожаловаться, как и во всей России, что нету денег, нету никаких возможностей, но иногда же можно наводить порядок. Здесь, как было сделано, как я вижу, вот эти бетонные плиты, которые вы сейчас видите, несколько штук, они явно лежали в другом порядке. И, скорее всего, именно вместо этих бетонных плит был уложен вот этот вот асфальт. Почему здесь никто не додумался сделать еще кусочек асфальта, как раз в месте, где ходят люди, никто, конечно же, не ответит. Так же, как никто не ответит, зачем на таких маленьких остановках и в таких маленьких городах карманы для общественного транспорта, если самого общественного транспорта здесь немного. Вот как раз подошел местный второй автобус. ИСУЗУ, желтенький, улица Свердлова, СХТ-ЭГЕР-МСО. Видать, местная аббревиатура, я даже не смогу сейчас ее расшифровать. Главное, наверное, что он едет, это уже хорошо. Богдан, А-092. Но выглядит, конечно, страшненько. В этот момент вспоминаются мои видеоролики, где я на выставке показывал вам, какие новые автобусы вроде бы как обещают запустить в разных городах России. Но между ожиданиями и реальностью в регионах огромная пропасть. Вот, например, еще одна пропасть. С одной стороны после пятиэтажки мы видим уже трехэтажное здание. Не самое плохое, оно выглядит даже более-менее прилично. Раскрашено, может, и не так, как было в советское время. Но оно хотя бы не выглядит каким-то позорным. А с другой стороны, девятиэтажное здание другого времени. И даже здесь, кажется, пытались в какую-то квартальную застройку пойти. Или просто делать какое-то более-менее типовое строительство. Может, это и не всем нравится, но иногда хотя бы так лучше, чем разные неровные пятиэтажки, которые просто ни к чему. И за трехэтажным домом уже двухэтажный. Если вы думаете, что я придираюсь, совсем нет. Я пытаюсь показать вам, что самые разные годы развития нашей страны, не только в то время, когда появилась уже Россия в 91-м, но и в советское время в течение многих десятилетий было огромное количество городов, застройка в которых велась хаотично. И, к сожалению, мы в российское время не просто не ушли от этого, мы только развили то, что было в советское время. В некоторых городах я вам показывал более-менее прилично сохранившиеся квартальные застройки, за которыми просто не ухаживают. Ну а здесь такую квартальную застройку еще поискать надо. Ведь какое-то время назад такие двухэтажные дома уже считались устаревшими, строились подобные трехэтажные дома, а дальше пятиэтажка, находящаяся с одной стороны, и пятиэтажка, находящаяся с другой стороны, считались высотками. И в то время люди вряд ли возмущались, потому что были все-таки другие условия, но явно понимали, что такая застройка здесь выделяется. И наверняка в этом месте тоже стоял какой-нибудь двух-трехэтажный дом когда-то. Не нужно далеко ходить, чтобы понять, что в Гагарине местами есть заброшенные территории, в которых непонятно что будет. Выглядит все, конечно, крайне противоречиво. Вроде бы и цветы посадили, и более-менее приводили все в порядок, а дальше на заднем плане такое ощущение, что должно быть размытие, как на красивой картинке, при фотографировании с нужных ракурсов на объективы с хорошей светосилой. Этот трехэтажный дом, как было указано на табличке справа, вроде как имеет отношение к местному дому культуры, но что-то вот языковая школа и призыв к чистоте в городе не особо-то его оккультуривают. На этой пятиэтажке боковую стену решили не заделывать сайдингом, ее просто закрасили белым. Вопрос, зачем? И почему вдруг, если закрашивают, то так вот выделено окно на пятом этаже? Может быть, там был какой-то красивый арт-объект или какой-то граффити, но почему тогда его замазали? Совсем непонятно. Для тех, кто говорит, что плитка не может быть лучше асфальта, вот вам прекрасные примеры с прошлого. Старая-старая плитка, старый-старый асфальт. Ну и скажите, что из этого хуже? Понятное дело, что и то, и другое здесь выглядят одинаково нормально. И плитка хоть и пошла ходуном, но точно так же, как и асфальт в других местах. Из старых зданий здесь создаются практически торговые центры. Я не знаю, может здесь уже все комнаты сданы под какую-то торговлю. На третьем этаже ДНС вроде бы как. На первом пятерочка, на втором вот здесь матрасы продают, указывается. Ну а на нулевом этаже, так скажем, местная специфическая торговля. И здесь напротив всей этой... Нет, спасибо. Мне предлагали предвыборную газетку. Я снимаю это еще до выборов в Государственную дому. И здесь, где местная торговля, тоже установлен поребрик. Для тех, кто не в курсе, в чем разница между бордюром и поребриком. Поребрик это, собственно, ребро, которое разделяет две части пространства. А здесь, если бы был поднят уровень плитки до верхнего уровня бордюра, уже был бы бордюр. А по сути, одна и та же конструкция. Может я не умею объяснять, но как есть. Да, на зданиях уже появляются таблички, что это именно торговый центр. Ну что ж, такой вот торговый центр в Гагарине. Лепопытно видеть около остановки большую цепочку, чтобы не заезжали на парковку те, кому не положено. А саму остановку как будто бы ломали какое-то время назад. У нее крыша в нескольких местах уже погнулась. Почему? Непонятно. И здесь как раз никто не стал делать какого-то особенного кармана. Просто сделали навес. Две лавочки. И рядом палатка, у которой вся торговля получается со стороны проезжей части. Что, простите? Нет, хотя бы со стороны тротуара тоже что-то есть. Но плиточку здесь клали просто по приколу, видимо. Где откопали, как положили, так и лежит. С бонусом под конец некое заведение Союз Плюс. Даже не знаю, что там сейчас находится. Которое просто оформлено под российский триколор. Вообще это самое странное решение, какое может быть. Оформлять какую-либо постройку ровно под государственный флаг. Особенно, когда государственный флаг это просто полоски, как и в большинстве других стран мира. Возможно, вас это удивит, но Центральный парк культуры и отдыха в городе Гагарин не носит имя Гагарина. Вы видите здесь большой памятник Солнцеву. Насколько я понимаю, здесь никакой таблички, кто он, нету. И если бы я вам сейчас не рассказал, вы бы, наверное, даже не поняли, что это за человек и почему вдруг он здесь стоит, а не Юрий Гагарин. Ведь сзади, насколько я вижу, тоже только лица и никакой другой информации. Прекрасно. Обожаю такие памятники, когда человек хочет изучить историю города, он даже не понимает, кто это такой. Федор Федорович Солнцев один из 26 бакинских комиссаров. Он родился в Кшатске в 1887 году и говорят, что памятник стоит напротив того места, где находился дом, в котором он как раз и родился. В этом парке меня, конечно же, ничего не должно удивлять, ведь в городе Гагарине я когда-то уже был. Лет 6-7 назад я посещал этот город. Но я надеялся, что здесь стало лучше. Возможно, действительно стало лучше, но сцена выглядит как-то совсем ужасно. Перед ней положили плиточку. Сама сцена местами уже разваливается. К сожалению, эта постройка явно показала свою некачественность. Зато, наверное, к каждому большому празднику она снова очищается. Хотя, почему сделано так, непонятно. Здесь даже не определились, что лучше. Плитка или асфальт положили и то, и другое. А с противоположной стороны уже лазерный пневматический тир, видимо. И какое-то еще развлечение. PlayStation VR указывается. И вот так выглядит самая центральная точка самого центрального парка города. Ну, такое себе. Никаких развлечений для детей пока не обнаружено. И, возможно, они где-то есть, а, возможно, и нет. А сейчас я иду к мосту через один из прудов. Мне очень хочется посмотреть, в каком он состоянии. Потому что, когда я здесь был раньше, один из мостов попросту разваливался. Правда, не помню, какой. Левый или правый. Поэтому подойду к обоим исключительно ради удовлетворения собственного любопытства. Подошел к левому. И действительно, ничего не изменилось. Ступеньки как разваливались местами, так и разваливаются. А если их чинили какое-то время назад, то наверняка чинили так, что они снова развалились. Да, это, конечно, ужасно. И в какой-то момент здесь бетонные плиты и лестница стали разъезжаться. Но в городе решили, что и так сойдет. Эту фразу я неоднократно уже использовал в своих роликах. И это при том, что вокруг более-менее приличные лавочки. Здесь все выглядит как-то симпатично. Есть тропинки, которые люди натоптали. Ну и ладно. Здесь даже с другой стороны есть небольшая набережная. Там как раз женщина с ребенком. И это хороший показатель того, что людям нравятся такие места. А казалось бы, от набережной до моста расстояние небольшое. То есть здесь можно сделать и плавный подъем, чтобы вообще лестницы не было, чтобы людям было удобно гулять. Но нет, здесь даже асфальт не отремонтировали. Вообще ситуация с городом Гагарином меня немножечко удивляет. Дело в том, что когда-то, фотографируя для своего блога в живом журнале... Простите, я смотрю под ноги, чтобы не свалиться с этой лестницы. Я делал фотографии на фотоаппарат, в котором была функция позиционирования по GPS. И я как-то не отключал ее. Зачем ее отключать? Работает и работает. И таким образом, при публикации фотографий на Яндекс.Картах, они автоматически появлялись. И я не запрещал это. И до сих пор некоторые из них действительно находятся на Яндекс.Картах и украшают этот город. Неужели за столько лет никто не пришел фотографировать эти места? Здесь действительно местами стало чуть-чуть чище. Но как бы вам так правильно сказать? Давайте я лучше покажу. Вот в чем проблема Гагарина. Это тот мост, по которому я прошел. Здесь две дорожки с прилично уложенной плиткой. Не идеальной, но все же. Дальше территория учебного заведения, где явно должны были вестись какие-то работы. Но эти работы местами забросили. И когда они будут закончены, неизвестно. Здесь же явно что-то выкапывали, потому что новую плитку уже решили подкопать. Может быть забыли, что сначала нужно проложить какие-то коммуникации. А дальше, так как я снимаю это в учебный день, вы видите, как раз дети чем-то занимаются. Для меня сейчас понедельник. Это школьные какие-то соревнования, что ли. Вряд ли это один класс. Это похоже несколько классов. Может быть школьные старты, может что-то еще. Но здесь, хоть и по старинке все, но выглядит хотя бы приятно глазу. И мы снова разворачиваемся и видим ситуацию, которую лучше не видеть. Здесь что-то пытались провести. Я не знаю, что это должно быть. Какая-то сигнализация должна быть. Или вызов, не знаю, спасателей. Что здесь должно быть и почему оно так прокладывалось. Мне вообще непонятно. Идем дальше. Видим памятник, который тоже почему-то решили не приводить в порядок. К жадскому комсомольскому молодежному партизанскому отряду Победы. Памятник простенький. Но почему он не приведен в порядок? Почему слово к жадскому выглядит так, как будто его хотели отбить? И дальше мы с вами пойдем ко второму мосту. Мне интересно, может быть, он хотя бы чуть-чуть приведен в порядок. Здесь точно такая же ситуация, как и у того моста. Можно было сделать все гораздо более приятно. И даже люди, вот и я в том числе, вытаптывают траву, находящуюся между асфальтом. Ведь здесь когда-то дорожка была или что-то еще. И обратите внимание на этот мост. Здесь ступеньки не просто разваливаются, местами их попросту нет. Это не шутка, я как бы должен сюда наступать. Вот смотрите, это ступенька. Нет, здесь разваливается все. И вот еще одна ступенька, она тоже уже прогнулась. Здесь даже ходить опасно. Тогда почему же здесь сделали везде дорожки, а на мосты просто забили? И это при том, что здесь когда-то давным-давно были заасфальтированы приятные дорожки вдоль прудов. Их хотя бы можно привести в порядок, и все уже будет лучше. Вместе с этими мостами они составляли бы основу всего парка. Но нет, ожидания и реальность не сходятся. Для тех, кто думает, когда же этот блогер начнет свою туристическую красивую часть, я скажу, что вы ошиблись с каналом. Дело в том, что эти прогулки не являются какой-то исторической ценностью, туристической важностью или правильной подачей материала о городе. Это впечатление, потому что я путешествую ради эмоций, ради своих мыслей, ради своих впечатлений от посещения. Бывают они хорошие, бывают плохие, и я делюсь с вами тем, что есть. Так что помните, если вы хотите увидеть какой-нибудь правильный, подходящий и, может быть, по вашему пониманию верный рассказ, то вы ошиблись с каналом. Для меня гораздо более важно показать вам город таким, каким его увидел я. Помните, вы на именном канале, а не на правильном. Так что сейчас, заходя на детскую площадку, мы с вами изучаем, как оно выглядит, в каком оно состоянии. И состояние само по себе неплохое. Я не очень понимаю, конечно, что здесь должно было быть. Возможно, здесь было пять подобных растений. А осталось только три, или это так и была идея. Честно говоря, не разбираюсь в этом вопросе. Качельки есть, и это уже хорошо. А в остальном, конечно, детская площадка очень и очень грустная, и очень скучная. Жаль. Очень жаль. Тем более, когда ты видишь на заднем плане какую-то заброшку. Мы с вами можем в нее даже заглянуть. Да, в этот момент действительно хочется сказать, Юра, мы все. А что все, добавляйте сами. Я даже не знаю, что здесь было. Теоретически, на основе этой постройки можно было бы организовать туалет в парке. Но, видимо, люди организовали его уже в таком виде, в каком он есть. По запаху это очень похоже. При этом стоит отметить, здесь действительно постарались в дизайн. Но получился ли этот дизайн, сказать трудно. Я, например, не понимаю, зачем такая нестандартная лавочка в парке. Может быть, она в каких-то ситуациях действительно была бы актуальна, но не здесь. Вы можете сказать мне, что в Москве тоже лавочки иногда очень странные. Я скажу, действительно, это так. Но в Москве лавочки хотя бы есть. А здесь иногда и лавочек нету. А в этом месте и в следующем чуть дальше они явно подразумевались. И впереди еще третья точка, где должна была быть лавочка. Но ее тоже почему-то нет. А вот на другой детской площадке, тоже небольшой, уже постарались во что-то более-менее нестандартное. И здесь как раз сидят родители с детьми. И здесь детям интереснее, чем на той типовой. Показательно. Приятной частью всей городской информации является большое количество текста. Гагаринский район, Смоленская область, памятники, памятные места в парке культуры и отдыха и вся, конечно, информация. Только, к сожалению, вся эта информация сделана мелким шрифтом, который здесь на входе сбоку. А если бы вся эта информация была постепенно перенесена в сам парк, к тем местам, которые как раз являются интересными, было бы более актуально. Например, пойти сюда, сначала найти, где же находилось памятное место проведения митинга с участием Гагарина. Потом на карте найти, где это было. И потом уже пойти. Это не то, что делают обычные люди. Любому туристу вообще, если он добирается до такого города, свойственно идти не по каким-то определенным табличкам, а в целом либо по более-менее составленному маршруту, либо по тому плану, который он сам себе нарисовал. И в этот план тогда нужно вносить подобные таблички, чтобы было понятно, где и что. Нет, конечно, это так не работает. Когда человек ищет какую-то информацию о нужном ему месте, он спокойно находит практически все, что ему нужно в интернете. И тогда уже идет конкретно на нужное место. А получается, что по мнению тех, кто здесь организовал туристическую часть, человек должен сначала найти нужную табличку, а потом уже по карте идти в другую точку. Пока я гуляю дальше по улице Гагарина, расскажу вам один такой любопытный момент. Очень хорошо характеризующий людей, которые неравнодушны к своему городу. То есть я вот пришел и, можно сказать, ругаю Гагарину уже сколько тут, 10, 15, 20 минут, сколько бы роликов ни смотрели. А есть люди, которые неравнодушны ко всему происходящему вокруг. Сейчас, пока я шел и записывал предыдущую часть, которую вы уже посмотрели, ко мне подошла женщина. Она, собственно, обгоняла меня и слышала, что я как раз о таких исторических, урбанистических моментах, что ли, рассказывал. И поинтересовалась, может быть, мне будет интересна еще информация, может что-то ее показать. Я честно сказал, что сейчас нет, но мы немножечко пообщались, и мне очень приятно понимать, что человек с первым встречным, но по сути я действительно первый встречный, готов обсудить что-то историческое, что-то найденное. С другой стороны, в железной дороге, вот как раз где я был раньше, сейчас отсюда, вот в ту сторону, я иду по прямой от переезда через железную дорогу, найдено год назад еврейское кладбище. И, как я понял, там пять плит, ну, видимо, захоронений. Я не уточнял подробности, потому что не очень разбираюсь в вопросе. Это, возможно, будет новым каким-то историческим открытием в городе. Как оно пойдет дальше, честно скажу, не знаю, ну, было бы, наверное, нечестно, если бы я и сказал, что я интересуюсь прям историей. Я сказал, что я больше про урбанистику в данном случае, а не про туристическую часть. Может быть, я и не прав был, может, стоило бы больше пообщаться, но как-то я пока, наверное, не готов, что к такому моменту. Даже так же, как я не готов иногда комментировать, вот я шел-шел по дороге, вижу место, которое благоустраивается, благоустраивается хорошо, и здесь из ниоткуда появилась велодорожка. Ну, как бы ладно. Но, с другой стороны, вот такой приятный момент около этого торгового центра, как бы страшненько он не выглядел, будут сажать деревья или делать клумбы, пока не очень понятно. Деревьям здесь, конечно, не выжить. Тут нужно пробивать до земли через все слои асфальта, которые вы видите. Но здесь тоже занимаются каким-то благоустройством. Лавочки стали появляться, примерно такие же есть и в Москве в некоторых местах. И, наверное, я так случайно дошел до первого любопытного момента. Вообще, раз мы подходим к главной площади города, наличие здесь какого-то благоустройства, это неудивительно. Но кто мне объяснит, почему вдруг велодорожка, которая шла правильно со стороны проезжей части, хоть и рядом с тротуаром, неожиданно вдруг переходит ровно на центр тротуара. Ну вот прям зачем? Вот здесь тоже строительство того, развлекательного, делового комплекса, центральный. Причем такое ощущение, что эта стройка давным-давно заморожена. И дальше тоже что-то между хорошим подходом и провальным. Часть велодорожки снова посреди тротуара, хотя ее можно было бы сюда вот на край завести. А часть расположена правильно около автомобилей, чтобы велосипедист и пешеход друг другу не мешали. Это абсолютно правильное решение. Такое же правильное, как и расположение подобных дорожек. Люди ходят именно так, и вы видите, что как раз один из покупателей из магазина вышел и пошел по дорожке. Потому что так люди ходят, так оно, видимо, было продумано когда-то раньше. Здесь, конечно, непонятно, почему решили такой порожек сделать у магазина. Но это уже мелочи, к которым обычно никто не придирается, просто потому что это бессмысленно. Ну а мы подходим в самый центр города. Здесь старинные дома в перемешку с более молодыми. Даже здесь вы видите, что дома в городе строились в разное время. Выйдя на центральную площадь города, видим активные работы по благоустройству. Не с той стороны, конечно же. С этой. Посередине площади памятник Гагарину. Дальше гостиница Восток. Только здесь, где ведутся активные работы по благоустройству, сразу возникает вопрос. С одной стороны, в городе абсолютно правильное решение приняли. Посадить зеленую изгородь. Это самое правильное, что может быть. Тем более, будущие кусты сидят очень плотно. Это хорошо, это правильно. Но с другой стороны, зачем здесь тогда забор? То есть, посадить зеленую изгородь, чтобы зеленую изгородь отгородить еще и обычным забором от проезжей части? Это очень странно. При том, что с другой стороны, зеленая изгородь уже посажена, а забора-то никакого нет. То есть, в чем логика? Чем отличаются эти два места? Конечно же, ничем. Может быть, эти грядки тоже, ну, пока еще грядки не очень-то впечатляют. Но это уже поинтереснее. Если бы еще в городе занялись оформлением домов, и хотя бы вот эти вывески Гагарин 12 апреля сделали бы как-то более симпатично, было бы вообще прекрасно. А вывески, вот, например, текстиль и белье, аптечный пункт, то, что надо, мы вам рады, вообще можно было бы сделать в каком-то более необычном стиле. Например, космическом. Почему бы нет? И вообще какие-нибудь условные, я так называю, космические шрифты советского времени здесь подошли бы на ура. Тем более, здесь сделана какая-то площадка. По ощущению, очень большая концентрация чего-то космического в сторону, наверное, спутников или чего-то еще. Возможно, она не доделана, потому что мне непонятно, что здесь должно быть на этих металлических конструкциях. Но это уже интересно. Это место, которое будет привлекать внимание местных жителей. Вот уже первые жители сидят рядом с местным изобилием, видимо, поизобиловались и решили, что здесь лучше будет. Вот некоторые дети уже осваивают что-то новое, потому что оно им интересно. И здесь вот еще ребенок на переходе. И с переходом тоже сейчас отмечу очень хорошее решение. Правда, тоже какое-то противоречивое. Вот обратите внимание, здесь явно сделан переход с упором на школьников. Но от старого проекта здесь опускается уровень асфальта на тротуаре для того, чтобы школьникам, ну и не только школьникам, спуститься до уровня проезжей части и потом переходить дорогу. А потом в другое время был приподнят переход. То есть получается сейчас в этом месте, я просто не знаю, с какого ракурса это будет лучше видно, сначала приподнятый тротуар, потом спуск, потом подъем на переход, потом опять спуск и опять подъем. То есть когда хорошие мысли столкнулись с реальностью, получилось какое-то противоречивое сочетание. Еще что-то интересное сейчас делают на другой части площади. Не знаю, что это за конструкция, но снаружи даже непонятно, зачем такое большое количество белых столбиков. То ли дизайн, то ли что-то еще. Здесь же введется монтаж огромных арок. Еще какая-то конструкция сверху будет подвешена. Я не знаю, какой здесь окончательный проект и что это за купол такой создается. Но возможно это будет что-то впечатляющее, что-то радующее глаз. По крайней мере, точно отличающееся от всего того, что я видел. И возможно эта часть города станет гораздо более интересной, чем тот парк, который я вам уже показал. И охрана здесь, конечно, ходит. Правда не очень понятно, просто охранник с работы идет или он охраняет уже всю эту территорию. Ну конечно же, здесь есть и паспорт объекта. И мы видим, что это что-то действительно любопытное. Большая арка радует. Там будет космонавт, который будет, не знаю, на чем закреплен. Не очень понятно, что это за желтая конструкция. И дальше большие рисунки и так называемый сухой фонтан. Любопытно, любопытно. Надеюсь, что кроме этого еще все окрестности тоже преобразятся. Чтобы это была не одна точка, а что-то большее. Многие люди, видя на карте город Гагарин, думают, что первый космонавт всея планеты родился именно здесь. На самом деле это не так. Он родился неподалеку отсюда, в деревне Клушино. Отсюда от центра примерно 15 километров по прямой, по дороге, конечно же, чуть-чуть больше. Но мы с вами туда сейчас не доберемся просто потому, что транспорт туда ходит редко. И, как я посмотрел по картам, выглядит там все совсем не очень. А то, что в городе находятся различные объекты, связанные с ним, так это обычная жизнь не только советских, но и российских, сельских жителей. Приходится уезжать в город на учебу ради образования и дальнейшего развития. Так было, так есть, и, к сожалению, так будет еще много лет. И явно еще много лет во всей стране будут вот так огораживать забором в стену, просто чтобы цветочки остались. Кому нужно украсть цветочек, он его украдет даже через забор. А само заборостроение ни к чему хорошему обычно не приводит. Еще одна площадь, которую очень хочется увидеть благоустроенной через несколько лет, находится перед Домом культуры, кинотеатром Комсомолец. И здесь даже есть такая необычная статуя. Я попытаюсь понять, что она означает. Может быть, я это пойму сейчас. Но нет, здесь тоже нет никакой информации. Причем вообще. Точно так же, как сами понимаете, кто такой Солнцев и вообще, что за мужик стоит в парке, условно говоря, конечно. Так и здесь понимаете, что это за статуя. Профессиональные урбанисты сейчас будут негодовать, а я скажу, что следующий интересный объект скорее хороший, чем плохой. Специально заглядываю сюда к проезжей части и показываю вам пятиэтажные здания. Это гагаринские новостройки. Год постройки, честно, не скажу. За ними есть дома и повыше. Но это тот пример, когда рядом с более старой пятиэтажкой тоже построили пятиэтажку. Это хороший пример. Чем он хорош? Дело в том, что в целом во всех городах, и в Гагарине тоже, во все годы строили что-то новое, ставили дома. Чем выше, тем лучше. Здесь же получилась абсолютно иная ситуация. На передней лицевой стороне улицы Гагарина пятиэтажка. И да, это здание, конечно же, выглядит гораздо современнее, чем все остальное. Но это не какая-нибудь 10-12 этажка, которая стала бы здесь небоскребом. Это гораздо более приятная постройка. Самое главное, что она не очень сильно выделяется из всего остального. Ну и разве что обычной глупостью здесь сделали подход к магазинам по ступенькам. Магазинов самих нет. Может быть, это вообще здание 2021 года. Потому что ничего еще не открыто. И плиточку, конечно, уложили. Но почему вдруг не захотели сделать со стороны улицы хорошую часть с более плавными подъемами, а не пандусами? Это, конечно, непонятно. Но такие вещи доходят до строителей гораздо позже. При том, что местами действительно можно было бы сделать что-то более приятное. Ради любопытства зайдем во дворик гагаринских новостроек. Как там говорил знаменитый летсплейщик всея ютуба? Ммм, хуйня. Ну, я не знаю просто, как еще сказать вот про это. Конечно, то, что пятиэтажки сделаны с одной стороны, это хорошо. А более высокий дом засунут во двор, это тоже хорошо. Но детская площадка здесь, честно, откровенно ужасна. Может, все будет проведено в порядок через какое-то время. Может, не стоит сюда заглянуть через пару лет. А может быть, просто стоит сразу сдавать дома с каким-то хотя бы благоустройством во дворе. Потому что мне здесь даже показать нечего. Пойду-ка я лучше в какую-нибудь другую точку. Мне, как любителю книг, грустно смотреть, что книжный магазин в этом месте выглядит настолько непримечательно и настолько страшненько. А ведь мы рядом с одним из домов-музеев Юрия Гагарина. Их несколько по территории города. И как раз в деревне Клушино тоже сохранился. На самом деле, в этом месте сразу несколько домов-музеев, посвященных Гагарину. Первый, который вы видите, это дом-музей школьных лет. Здесь будущий космонавт жил, когда ходил в школу. С противоположной стороны дороги находится дом-музей родителей Гагарина, который был подарен им руководством страны в 1961 году. Как раз после того самого знаменитого полета. И здесь же как раз родители какое-то время жили. А если посмотреть за это здание, сзади увидите еще двухэтажную постройку. Это так называемый дом космонавтов. В одной части этого дома потом жила мать Гагарина, а в другой части жили космонавты, которые приезжали сюда. То ли в гости, то ли в целом посетить место, где жил Юрий Гагарин после того, как его уже не стало. И вообще информация об этих домах немножечко разнится. Из-за того, что в целом, когда рассказывают о городе где-то в интернете, пересекается сразу несколько источников информации. Например, это автомобиль, про который говорят, что это и есть та самая машина Юрия Гагарина. А кто-то говорит, что она стоит в другом месте. Мы с вами практически все время шли по одной улице. Улице Гагарина. А ведь параллельно ей находится та самая река Гжать, которая и стала местом, откуда появился город. Здесь была пристань. Может быть не здесь, а немного в другом месте. Это я точно вам сказать не могу. Но по Гжате был назван Гжатск. Потом Гжатск стал Гагарином. И подходя к самой реке, с одной стороны, я не ожидаю ничего особенного. А с другой стороны, мы с вами обсудим еще один любопытный момент в плане развития набережных в небольших городах. Конечно же, никто не даст ответа на вопрос, почему вдруг на подходе к мосту не сделали плавный подъем, учитывая, что здесь всего лишь пять ступенек. Это вопрос, который всегда всех беспокоит, что же так не сделано-то. Но сам мост здесь выглядит посимпатичнее. Такое ощущение, что его когда-то тоже давно, но все же ремонтировали. И вот она речка Гжать. Здесь нету никаких неблагоустроенных набережных, никакого-то парадного красивого вида. Мы, конечно, чуть дальше подойдем к церкви, но вот стандартный городской вид. С одной стороны, хорошо смотреть на реку, с другой стороны, понимать, что эта река давным-давно не чистится, тоже плохо. Гжать не та речка, которая будет выходить сильно из берегов или очень сильно беспокоить местных жителей. Это то место, где гуляют кошки, приветствуют нас, боятся, хотя я сам, пожалуй, уйду от нее, чтобы ей не мешать. И здесь стоит вот о чем задуматься. В тех видеообзорах, которые вы уже видели на моем канале, вы посмотрели на несколько самых разных набережных. Например, в Кимрах с советских времен сохранились большие бетонные блоки, которыми поддерживаются берега набережной. И никакого благоустройства нет вообще. В Туле ситуация абсолютно противоположная. Там даже выгнали часть промышленности для того, чтобы создать кусочек территории для города. В Кжатске и в Гагарине с набережными ничего толком не делали. И надо ли? А если да, то в каком виде? С одного берега, где я сейчас иду, только заасфальтированная дорожка. Никакого спуска вниз нет. А с другой стороны, вот здесь, находится мостик, скорее всего, используемый рыбаками. Не знаю, хорошая ли здесь рыба ловится, или это скорее просто привычка и получение удовольствия от самого процесса. Но тут возникает вопрос. Если бы у города были деньги, я понимаю, что их нету, как стоило бы благоустроить набережную? Конечно же, привести в порядок асфальт это самое правильное решение. Потому что здесь, простите, воняет нечистотами, мягко говоря. И места совсем не примечательные. С другой стороны, здесь прям напрашивается на нижнем уровне, который вы сейчас видите. Хотя бы какая-нибудь тропинка, дорожка с несколькими лавочками, может быть. Но это в этой части. Может быть, дальше что-то изменится. Может, дальше набережная выглядит немного иначе. Даже люди сами делали себе спуски и, конечно же, нагадили, к сожалению. Но это сам факт того, что людей тянет к воде. Это нормально. Даже мы с вами сейчас по одной из тропинок спустимся ближе к воде, чтобы посмотреть, что здесь можно было бы организовать. Дорожки, протоптанные людьми, уже много лет назад, они периодически зарастают. Такое ощущение, что некоторые дорожки просто меняются. Я даже иду местами и вижу, что... Ну вот, одна тропинка, вот другая тропинка. Просто нету какого-то понимания, где лучше ходить, например, или как лучше гулять. Здесь на огромном пространстве нету ничего вообще. Есть жилые дома, пятиэтажки. Есть даже вполне симпатичные пятиэтажки, которые, скорее всего, ставили с красивым панорамным видом на реку, что само по себе всегда добавляет стоимости к жилью и его ценности. Но здесь нету вообще ничего. И никто не просит все это закатывать в асфальт, в плитку, во что-то еще. Сделать пару-тройку дорожек, лавочки. И не изобретать велосипед, а просто поддерживать такую естественную речку. Спуск к воде здесь есть в любом случае. Люди его сами уже во многих местах протоптали. Вот, например, еще один спуск. Здесь, возможно, даже лавочку люди хотели сделать или просто сидели так вот у воды. Возможно, здесь собирались рыбаки, возможно, молодежь. Но сейчас это выглядит как просто неухоженное пространство. Даже заборчики с другой стороны никому не мешают. Я всегда буду говорить, что за собой обязательно нужно убирать. Но другой вопрос, если даже человек не может донести подальше свои отходы жизнедеятельности, вот такие вот ужасные, то почему не поставить где-нибудь неподалеку хотя бы самую обычную лавочку? А вот меня даже собака уже местная встречает, любопытствует. Между прочим, собаководы тоже могли бы здесь спокойно выгуливать своих собак. В идеале, вместо магазинов Бреструль и Магнит Моя Цена могли бы занять какие-нибудь кафе с видом на воду. Это было бы, конечно, идеально, но я понимаю, что вряд ли кто-то их будет выселять. Да и не нужно это, наверное, делать. Здесь даже парковку не нужно делать, потому что она здесь и так уже есть. Но людям, вот, например, в машине, мимо которой я сейчас прошел, приходится сидеть в самой машине, потому что на улице сидеть негде. Зародышем какого-то благоустройства можно назвать это здание, которое отдаленно напоминает корабль, только не космический, а морской. Ту небольшую дорожку, которая, наверное, скорее тротуар, а не набережная. И вот этот вот вид на церковь. Здесь попытались сделать что-то впечатляющее, с впечатлениями не очень. А вот дерево, которое полностью увешано замочками, сделать удалось. Причем замочки здесь вяжут только с одной стороны почему-то. Ни хрена себе. Бывает же такое. И вот кто скажет, что это за ситуация, мне напоминают какие-нибудь уроки ОБЖ с муравейниками, что с одной стороны муравейник есть, с другой стороны его точно не будет. Выглядит странно. Ну вот почему? Почему здесь не сделать что-нибудь для местных жителей? Согласитесь, место-то прекрасное. И снова очень странная ситуация с переделкой торцевой части дома. Я вообще не понимаю, зачем так заделывать. Причем местами на втором этаже, где сделан балкон, точнее, наоборот, не сделан, как раз оставлен кирпич, и он вроде бы нормальный. В чем фишка-то? Честно, откровенно не понимаю. Пишите это в комментариях. И не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, потому что мне очень хочется видеть вашу поддержку, ваши мысли на самые разные темы. Вот, например, подумайте, почему город сумел посадить аллею из Туй, а в остальном ничего не доделал, что это должно быть, что это за пространство странное. Вот вам официальная информация. Сквер, расположенный вдоль улицы 26 Бакенских комиссаров, от улицы Ленинградской набережной до Медицинского центра, благоустроен при реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Вот вы видите официальную государственную комфортную среду. Комфортные бетонные блоки, которые мешают автомобилям заезжать на эту дорожку. Комфортные туи, которые образуют два ряда деревьев, но люди ходят либо с одной стороны, либо с другой. Комфортные лавочки, но здесь, кстати, без сарказма действительно лавочки классические, нормальные, никакой проблемы. И четыре конструкции со звездой. Назовем это так. Вот вся благоустроенная городская среда. И прекрасное благоустройство заканчивается тем, что не сумели создать плавный подъем. Причем вот с правой стороны смогли сделать плавный подъем. А здесь сделали две ступеньки. Причем вообще непонятно, почему нельзя было уложить плиточку ровно. Ну, как видите, вот она благоустроенная городская среда по госпрограмме. Ну, как бы такое себе. В качестве контрольного выставила сама табличка, которую я прочитал вам минуту назад, висит на постройке с тремя гаражами. Один гараж переделан в какой-то склад, второй используется. И тут даже есть асфальт, который, видимо, владелец автомобиля сам себе положил. А третий, не знаю вообще, жив или нет. Обычно говорят Юра, мы все просрали. А здесь, можно сказать, наверное, и Петя. Мы тоже все просрали. Спорно. Ну, вот памятник Петру Первому здесь есть. И при нем большое зеленое пространство. Ну и, пожалуй, все. Стоит лишь перейти на другую сторону реки, чтобы посмотреть, может быть, нас там еще один музей и одно из самых известных зданий города порадует. Но что-то я отсюда уже вижу, что не порадует. На берегу реки остались фундаменты старых жилых домов. Какие-то бетонные конструкции были выброшены в реку. Да, грусть и печаль. Ну вот я знал, что здесь должно быть хотя бы что-то приятное, выглядящее. Гагаринский народный драматический театр. Здание, может быть, внутри оно выглядит и не очень. Конечно, урбанисты поругали бы наличие стеклопакетов. Но здание в хорошем состоянии снаружи, не опозорено как-то уж слишком сильно и вообще выглядит вполне симпатично. Вот за это лайк. Ну а напротив уже сразу бетон, дорожки, асфальт и, наверное, это должно было быть парковкой перед ритуальными памятниками. Ну ладно. Подойдем уже к зданию, которое я вижу. Это мемориальный музей. Один из многочисленных. Первый полет человека в космос. Здание советское с огромным количеством антенн на крыше. Что-то, мне кажется, не в антеннах тут дело. И вот так выглядит музей первого полета. Здание советских времен с несколькими обновлениями. Вообще непонятно, как так можно было в разные годы по-разному ремонтировать, добавить какой-то бетонный кусок, потом плиточками отделать. И вообще не таким я себе представлял нынешнее состояние Гагарина. Ну и стоит ли говорить о том, что я много раз переходил дорогу в неположенном месте. И эти люди тоже переходят в неположенном месте, потому что там, где надо, переходов нет. А там, где не надо, они есть. Это, к сожалению, реальность, которую я уже даже не отмечаю. Вот такая вот получилась прогулка по городу Гагарин. Раньше Гжатск. К сожалению, меня совсем не порадовал этот город и его нынешнее состояние. Вы можете сказать, что да, вся Россия так выглядит, и приезжая куда-нибудь в Сибирь, там еще хуже. Да, я не сомневаюсь, что там действительно есть места еще хуже. И кто-то скажет, что нам бы в город хотя бы такие тротуары местами уже было бы неплохо, а то у нас их нет вообще. Но вот в чем проблема Гагарина. Я прошел по главным улицам и по самым главным известным местам. По набережным, по тем паркам, где самое большое количество активности должно быть. И, к сожалению, если даже в этих местах город выглядит крайне противоречиво и местами очень плохо, то как же он выглядит в тех местах, в которые я мог бы заглянуть куда-нибудь во дворы. Я в один только двор зашел, современный, и он уже выглядит ужасно. Такова реальность. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и обязательно пишите в комментариях свое мнение, потому что и комментарии, и подписки очень сильно влияют на продвижение и этого видеоролика, и всего канала. Спасибо за внимание. Огромное спасибо всем спонсорам всех уровней за регулярную поддержку моего канала. Переходите в описание, там много полезных ссылок. Заходите на стримы и, в общем, введите всю ту активность, которая вам может быть интересна. А мне это приятно. До новых встреч. Пока.